Дружба с заводом Это из Краснокамска, Юсьва, Александровска, ну и конечно из Перми Привет, меня зовут Лёва И сегодня я как начинающий блогер решил разработать план личного продвижения в социальных сетях Никогда я еще не был так близок к провалу Последним к нашей команде присоединился Лев Лебедев, воспитанник Суворовского училища В этом образовательном учреждении есть своя телестудия Поэтому юноша не скрывает, ему будут помогать его друзья Егор, Егор приносит радость нашу команду Он очень любит снимать, но чаще всего снимает какую-то ничь А еще Суворовец Лев Лебедев посетил редакцию телеканала «Ветта» И попробовал свои силы в качестве ведущего самой блогерской программы под названием «Погода онлайн» Вот как это было Лев, расскажи, почему ты вообще решил поучаствовать в нашем проекте? Я очень любознательный, люблю снимать видео и делиться чем-то новым со своими друзьями Эти весенние каникулы участники проекта «Дружба» с заводом провели необычно Пока все школьники отдыхали, наши герои вставали раньше восхода солнца, чтобы приехать в редакцию и попогодить С понедельника по пятницу каждый час в эфир выходили спецвыпуски программы «Погода онлайн» с участием юных блогеров У нас сейчас школьные каникулы, поэтому погода онлайн необычная, детская А сейчас я не волнуюсь, так как с Настей мне ничего не страшно Всем привет! Сегодня Настя немножечко проспала свое дежурство Сегодня я был на «Погоде онлайн» Я пришел сюда, когда здесь было еще темно Сначала мне было страшно, но потом вышла Настя Мы куда-то побежали, я понял, что мне уже не страшно Я неожиданно появился в кадре первой погоды Нужно развивать речь, фантазию, логику Берегите себя, будьте осторожны, с вами была Анастасия Петухова и Алина Самигулова Запомните это имя, возможно, это наш будущий корреспондент или телеведущая А вот та же Алина Самигулова с нашим микрофоном записывает интервью Участники проекта «Дружба с заводом» получили первое блогер-задание Привет! Привет! Какая тема твоего проекта? Мы рисуем песочные анимации Для учащихся школ Лукоил Пермь Терк Синтез проводит установочный семинар Все эти ребята либо новички, либо бывшие участники конкурса экологических проектов Пермь «Мастерская будущего» Ну а наши блогеры внимательно следят за всем происходящим И не упускают возможности взять интервью у первых лиц На вопросы Ани Раздуховой отвечает главный эколог Мы способствуем реализации данных проектов, лучших проектов И тем самым дети видят, что у них появилась идея Они ее реализовали и улучшают, хоть чуть-чуть, но улучшают экологическую обстановку в регионе Пасека на крыше школы, тетрадь юного эколога, радио, мультстудия и автоматические помидоры За время существования конкурса было реализовано более 200 идей Интервью с участниками из школы номер 132 записывает наш начинающий блогер Артемий Александров Расскажите поподробнее про сюжет ваших мультиков Так как школа у нас необычная, экологическая, все наши мультики связаны с экологической тематикой Например, мы снимали мультфильм «Без бабочек скучно жить на свете» Или посвященный зимующим птицам «Покормите птиц зимой» Наши фильмы можно посмотреть ВКонтакте, это по секрету Поскольку речь о мастерской будущего, у всех гостей была возможность в него заглянуть Школьники познакомились с технопарком Кванториума Фотоника Юных блогеров заинтересовала виртуальная реальность Это дает столько эмоций и даже хочется самому поработать с этим Понимая, что если ты будешь работать с этим, значит ты будешь продвигать будущее А это битва роботов И вновь ученики из десятки себя проявили Ведь их школа носит название «АйТи» И эти ребята умеют управлять умными машинами Ученики школы блогеров записали десяток интервью Сделали более 30 публикаций ВКонтакте с хэштегом «Перьм мастерская будущего» А ребята из заочной группы обучения могли наблюдать прямую трансляцию Это как бы очень увлекательно и интересно брать у других интервью Как бы вот ты, например, задумываешь текст ранее для интервью Но потом, когда ты берешь интервью, у тебя столько в голове новых слов появляется И ты не знаешь, что сказать Участники проекта «Дружба с заводом» были практически в полном составе Даже пятилетний Арсений пришел с мамой Аней Ребята ответственно подошли к делу Во всем брали пример со старших товарищей Можно было задать вопросы не только нефтепереработчикам, но и ведущим телеканала «Ветта» Что такое «Перьм мастерская будущего»? «Перьм мастерская будущего» – это уникальный проект, который позволяет всем желающим детям, школьникам города Перми реализовать свои экологические проекты Остальные блогеры старались не отставать Впрочем, микрофон у нас был один, приходилось делиться Очень прикольно! Поиграли в VR-шлеме Нам очень нравится здесь, позитивно, весело, интересно За этот месяц ребята из разных школ заметно подружились, помогают и поддерживают друг друга При этом они не забывают, что являются участниками конкурса, где победит сильнейший и популярнейший Поэтому битва за микрофон – явление обыкновенное Именно этот сюжет предложила воплотить в жизнь Александра Чертулова Саша – фотохудожник и блогер, проводит мастер-класс для ребят Например, вы там как-нибудь так стоите, и тут что-нибудь летает Можно взять любой предмет Микрофон, да, классно То есть вы стоите, и вот так микрофон у вас парит Одного урока Александру Чертуловой хватило, чтобы из обычного снимка сделать необычный в стиле телекинез Какие можете дать напутствие нам, начинающим блогерам и новичкам в фотошопе? Во-первых, как блогерам я хочу сказать, что вам должно быть что сказать миру Когда вам есть что сказать миру, то вы говорите это от души, и людям интересно вас слушать То есть обязательно нужно найти какую-то свою нишу, свою изюминку, свое отличие от других Что в рюкзаке у видеографа? Самое важное, это, конечно, что? Да, это камера В данном случае здесь фотоаппарат, который снимает и видео, и фото Разбираем рюкзак видеографа Так начинается еще один мастер-класс в школе блогеров Оператор Павел Трубин проводит занятия Правильно держать камеру – это тоже искусство Никакого автофокуса забудь, видишь? Надо крутить вот это кольцо руками и ловить фокус Штатив нужно раскрыть, на нужный уровень А тут быстро все это сделал и все, снимай сколько хочешь Что такое дышащая камера, зачем видеографу, монопод, фотографа И как снимать, если нет штатива? Павел делится своими советами или, как модно сейчас говорить, лайфхаками Это такие лайфхаки, которые вы также можете в интернете увидеть Но я расскажу прямо про которые действительно работают Если вы снимаете с рук, упираетесь локтем У меня что-то не получается, у меня маленькие локти и маленький живот Спасибо В любом случае вам надо создать несколько точек опоры То есть вы, если вы уперли в живот, в грудь, вам будет полегче, серьезно будет полегче И начинаете снимать Плюс, если у вас есть ремень, один из таких лайфхаков, как я видел в интернете То есть вы натягиваете его, просто распираете И у вас создается точка опоры раз, точка опоры два Уже полегче Не забыли ребята и об экологии Об этом рассказала Наталья Комиссарова Ведущий инженер по охране окружающей среды нашего партнера предприятия А еще к ученикам пришел самый экологичный блогер Василий Вавилов запечатлел красоту Пермского края А его канал «Доступный Урал» собрал 11 тысяч подписчиков И снова ребят заинтересовал технический вопрос Зачем такие маленькие ножки? Могу сделать вот так Вот так вот Черт, включите его Вот, да, и по такому подойти, типа Здорово, всем привет, со мной сегодня куча щеглов И я вам сегодня расскажу про блоги Потом быстренько его снять отсюда Снять отсюда, поставить его быстренько вот так вот сюда По горизонту выставить И потом такой Бум! Всем снова привет И давайте возьмем интервью у этого парня Собственно, для этого этот штатив и предназначен Затем он вот так вот изгибается И сам себя очень классно снимаешь По традиции ребята делают селфи с гостем Ну а интервью с известным блогером записывает Артем Габов Мама Лена помогает Видели ли вы снежного человека? Мы видели кого-то или что-то Я подозреваю, что это мог быть он Расстраиваетесь ли вы, когда вам ставят дизайн? Да, и более того, я пытаюсь найти тех, кто это сделал Почему урал доступен? Потому что он старый и седой И сходить на эти горы не представляет особого труда Мы продолжаем знакомить вас с участниками проекта «Дружба с заводом» Из Чусового к нам поступило сразу несколько заявок Оказалось, все ребята посещают творческое объединение в теме Молодежная медиа-студия в теме существует примерно уже 7 лет Мы занимаемся журналистикой, мы занимаемся видео, мы занимаемся монтажом, мы занимаемся фотографией Мы не делаем из наших занятий каких-то уроков скучных Мы стараемся делать так, чтобы всем было просто интересно И каждый занимается тем делом, которое ему по душе Но блогами мы не занимались никогда Когда нам Анастасия позвала попробовать, мы решили, согласились Это значит наше подрастающее поколение Подайте голос, девочки, раз, два, три Раз, два, три Мы не знаем, что из этого получится Но, думаю, попробовать всегда стоит Наши ученики получили новые домашние задания Задача выполнить их до понедельника Каждую неделю мы составляем рейтинг На данный момент лидерами ВКонтакте являются Дмитрий Килин, Кирилл Левин и Екатерина Морозова Подписывайтесь на новости группы «Дружба с заводом» И следите за нашим проектом Подписывайтесь! Кирилл Левин и Екатерина Морозова